здравствуйте дорогие зрители канала ваша отдача с вами татьяна башмакова я рада приветствовать вас на своем канале и сегодня продолжаем выращивать и устому это и устома и бисе вместе blue села ее 11 января сегодня 11 февраля уже один раз я вам показывала свои устомки вот такие они у меня малыши просто напоминаю что я делала с этой устомой была одна подкормка удобрения для питоне разбавлены в два раза здесь вот можете смотреть по 7 здесь два сорта магик и устомы белая и капри блю вот можно даже видеть они вот по-разному растут 1 вот такие вот тоненькие листики 1 вот так вот растет но все они очень-очень маленькие у меня я считаю а это и устомка посаженная 2 января ей уже месяц после всхожести то есть и устома вся у меня сходила я считаю на 10 день то есть ее было видно маленькие первое даже еще не распрыты листики на 10 день поэтому этой месяц а этой по 20 дней после всхода эту устомку я подкармливала которую села вместе с вами один раз повторяюсь а вот эту два раза и ее именно ту которую подкармливала два раза буду сегодня пикировать но что я хочу сказать им какие выводы я обещала буду наблюдать и говорить какие выводы я села свою устому грунт для цветущих растений довольно богатый по содержанию и микроэлементами но она не растет вот после каждой подкормочки она вот в частности эти подрастали сразу и вот недавно мне попалось видео рассылочка было и там было и устома я открыла и женщина рассказывает что она не делает подкормок а подкармливает только кальциевой селитрой так вот я хочу что сказать как бы прояснить кальциевая селитра это азотное удобрение естественно подкармливая кальциевой селитрой мы получаем большие листики она почему-то без подкормочек не растет а мое удобрение для питунья разбавленная два раза имеет в три раза меньше азота чем кальциевая селитра если по норме поэтому такие маленькие листики поэтому что я почему так долго останавливаясь именно на подкормках я второй раз подкормлю вот эту устомку селитрой кальциевой чтобы у нее листики подросли а кальций он укрепляет и листики укрепляет корневую я не знаю в торфяном грунте достаточно ли кальция конечно его при раскислении в него добавляют и здесь это и есть кальций но в каком содержании я не знаю а эти растения которые подкармливались два раза будут по пикированы и через неделю после пикировки тоже подкормлю кальциевой селитры чтобы выросли листики потому что они очень крохотные из-за того что и установки мои такие маленькие я буду пикировать их 100 граммовые стаканчики грунт я сделала такой половина универсального моего грунта который я использую для питуней с перегноем с песком и половина универсального грунта из большого мешка таким тоже обычным содержанием всего не для цветущих цветов более простого более дешевого один к одному свой грунт я знаю что он точно питательный я думаю и устоми такой должен понравиться так как судя по ее начальной стадии роста она прожорливая очень растение это раз а второе она очень очень светолюбивая там где питуней растут хорошо ты хочу сказать что вот эти вот листики у устомы не разворачивались стояли вверх при том освещение у которой питунья вполне достаточно она прекрасно развивается и устами такого освещения не хватает именно не длины дня а яркости освещения ее пришлось стоять под самую лампу фитолампу прямо вверх подымать на полочке сейчас наберу стаканчики и быстренько ее попикирую устомки я буду добывать с минимальным нарушением корней то есть с комом буквально с комом и просто прижимать вот так вот все их аккуратненько сейчас попикирую так как я не нарушаю именно корень поэтому не думаю они должны и такие маленькие легко приняться следующие которым 20 дней они меня немножко большими подрастут и тогда буду пикировать но уж больно они малыши я за истомами наблюдаю уже сделал многие выводы не только то что вам сейчас рассказала и последующих видео буду вам подробненько рассказывать о своих выводах так как цветочек я так понял не до конца изучен то что про него рассказывают противоречит одно другому а хочется где-то найти ту правду которую нам до конца не рассказывают пока поэтому цветочку и установки я заглубила до самых семя доли слегка полью так как грунт на половину торфяной я его прижимала вручную то есть уплотнять именно поле проливанием здесь не нужно и вот на первое время так как они у меня все-таки под крышечками из-за того что маленькие росли я в контейнере их подержу немножко под крышкой и буду теперь приучать уже к открытому воздуху но постепенно постепенно каждый день увеличивая айки буду продолжать выращивать именно хочу здесь их увеличить буду их подкармливать конечно не чаще чем раз неделю или раз 10 дней но все буду вам снимать показать как они будут изменяться а на этом на сегодня все оставайтесь нашим каналом и я надеюсь вы вместе вырастим эту красавицу и устому до новых встреч